Прикинь, сколько мы грязи съели за лето с томатами. Друзья, всем большой привет! Сегодня мы постепенно начинаем подводить итоги этого сезона. И сегодня мы поговорим о том, какие же томаты у нас плодоносили до самой поздней осени. Сегодня на дворе уже 5 октября, День Учителя. Причастных поздравляем с праздником. Ну, в принципе, в жизни каждого, конечно, был учитель или есть до сих пор. Поэтому поздравляем вас! Хотя видео выйдет, конечно, позже. Мы сегодня будем делать обзор на томаты, которые плодоносят дольше всех, либо на те томаты, которые можно вполне нормально дозревать, дозаривать. Потому что не все сорта хорошо долеживаются до спелого состояния. Сегодня обзор многих сортов и расскажем, что стоит выбрать для себя на следующий сезон. Итак, начнем с того, что посев томатов мы осуществляли в конце марта. В этом году мы это делали намеренно чуть позже, потому что в теплице к моменту высадки было очень уж жарко несколько лет подряд. Высевали мы томаты на рассаду примерно 25-28 марта. Ее очень много было рассады, поэтому это растянулось на несколько дней. Итого, за это время у нас получилось вырастить в теплице, в этой, в демонстрационно опытной, ее называют еще грунт-контролем, как некоторые фирмы, около 53 сортов томатов. Говорю около, потому что сложно на самом деле посчитать, где-то были выпады, где-то мы еще подсаживали, все по-честному. Итак, что получилось в этом году? Наконец, сентября, на начало октября в теплице уже довольно грустная и печальная картина. Многие томаты полностью сняты, потому что полностью уже отошли, некоторые еще вполне себе хороши. Начну, пожалуй, как раз с тех, которые, ну, 100% плодоносят до поздней осени, при этом одни из самых ранних. Это два томата, они похожи друг на друга и в то же время, но сильно уж разные. Это стерлядь и сибирский пируэт. Это оба цилиндрических томата, которые подойдут нормально для вяления, я как раз-таки их вялила, для консервации и вообще для любых целей. Эти оба томата раннеспелые, детерминатные, невысокие, особенно стерлядь, она вообще около 80 см и в теплице, и в открытом грунте. Они оба подойдут и для теплицы, и для открытого грунта. Сибирский пируэт еще можно выращивать на балконе смело, в маленькой емкости. 5-8 литров грунта будет достаточно, вообще минимально требует грунт. Обращаю внимание, что это оба вытянутые томаты. У стерлядей есть небольшая склонность к вершинной гнили, но именно в конце сезона, когда в теплице или на улице становится прям холодно, уже плюс 5 днем бывает, ночью даже отрицательная температура, но в теплице нормально держится плюс никакой вершинной гнили, все это уходит, потому что температура нормализуется. Выглядит это все нормально, красиво. Оба эти томата очень-очень легкие. По массе они где-то оба, примерно от 80 до 130 грамм, к концу сезона чуть поменьше, конечно. Сибирский пируэт немножко отличается от стерляди формы, она такая красивенькая, интересная. По урожайности сибирский пируэт чуть-чуть пониже, все-таки это сорт, стерлядь это гибрид. У стерляди урожайность за сезон фактическая оказалась где-то около 20 кг с квадратного метра. Мы выращивали загущенные посадки, всегда акцентирую на этом внимание. Выращивали мы ее без формировки, у нее было где-то 4 стебля примерно у стерляди. Сибирский пируэт тоже был без формировки, порядка 10-11 кг с квадратного метра мы получили. Высаживали по 4 томата на квадратный метр. Оба эти томата могут храниться до месяца полутора смело, особенно стерлядь. Она плотная, но это не мешает ей быть достаточно приятной на вкус. Разрежу, посмотрим, что у нее там внутри. Стерлядь это томат достаточно с толстой стенкой, у нее бывает либо 2, либо 4 камеры семенные. Очень легко удаляется вот эта мякотина, пульпа называется, можно вялить прям так. Если хотите ее сохранить подольше, то храните не в холодильнике, а при комнатной температуре. Причем лучше ее хранить переложенной бумагой. Подойдет пергамент, лучше всего тонкий пергамент для выпечки. Перекладывайте слоями слой пергамента, слой томата, слой пергамента, слой томата, и будет вам счастье, будет хорошо храниться. Сибирский пируэт в принципе хранится по такой же технологии. Томаты эти низкорослые, без формировки, для открытого грунта и теплицы, универсального использования. Вполне удачные, очень советую вырастить в следующем году, даже если у вас нет дачи. Сибирский пируэт по разрезу в принципе похож на стерлядь. Единственное, у него плодоножка чуть-чуть поменьше, чем у стерляди. По запаху он чуть более выраженный, потому что все-таки сортовой, а вот по вкусу... По вкусу он прям сильно отличается. Стерлядь нейтральная, с просто классическим томатным вкусом, без ярко выраженного сахара, без ярко выраженной кислинки, он скорее нейтральный. Для заготовок именно подойдет сибирский пируэт, все-таки с более концентрированным вкусом. Он и кислый, и сладкий. Он как раз кисло-сладкий, сахаристость у него от 1 до 5 где-то на 2,5 балла, кислинки тоже на 2,5 балла, то есть он находится в таком прям балансе. Томат еще, который можно собрать спелым очень-очень поздно, но не совсем, скажем так, спелым. Его можно и дозаривать тоже, можно хранить достаточно неплохо, долго. И спелый он долго будет, плодоносит он прилично. Это томат Кулема, это новинка этого года. Томат этот круглый, классический по форме, красный, с очень-очень тонкой шкуркой, прям максимально тонюсенькой. Масса у него в среднем где-то по 100-130 грамм, средней массы. Он тоже универсального использования, нормально пойдет и в консервацию, но, причем, обращаю внимание, лучше его для консервации брать именно для пасты изготовления, кетчупов и так далее. Для консервирования цельноплодного не очень подойдет, у него очень мягкая пленочка, у него очень мягкая кожица, она может трескаться, и он внутри слишком мясистый, и его очень много. Стенка не очень плотная. Неплохо транспортабелен, если снимать чуть-чуть недозревшим. Если снимать спелым, лучше есть прям тут сразу на месте. Либо если вы живете в сельской местности, то он вам подойдет. Перевезти с дачи в город вряд ли получится в очень спелом состоянии, потому что он мягкий, прям мягкий. Кулема это новинка, это низкорослое растение, мы его в этом году показывали у нас в тикток несколько раз, в ютубе его пока что не было. Высотой куст где-то примерно 90 сантиметров, в теплице чуть-чуть может быть повыше, до метра максимум. Плодоносит он в кистях, странной сложной формы, сразу по несколько томатов. На растении бывает таких кистей примерно 9-12 штук. Так классический детерминатный томат, он завязывается без пропусков, то есть через каждый лист у него идет такая большая кисточка. В кисти где-то по 7 примерно вот таких томатиков. Они могут быть прям совсем малюсенькие, вот такие в конце сезона. При этом же на растении могут быть и покрупнее. Сорт у него есть такая особенность, есть такая фишка. При снижении температуры он начинает чуть-чуть увеличиваться в размерах. Когда стоит слишком высокая жара, большая температура, он будет чуть помельче, где-то около 80 грамм. Когда прохладно, он именно сибиряк настоящий, будет покрупнее, где-то в районе 150 грамм. Взвесим, кстати, вот этот плодик. Мы еще ее не очень хорошо знаем, как сорт. Ну, 144 грамма, 145 грамм. Самый нормальный, оптимальный, средний вес томата. Кулема очень вкусная. Это один из вкуснейших томатов в этом году. Именно из нее я готовила томатный сок. Ну, типа такой, знаете, томаты в собственном соку, вместо этих итальянских, которые продаются зимой в магазинах. Думаю, в этом году, что уж, раз все равно в теплице работаем, надо себе заготовить тоже. Достойный томат. Но, думаю, сейчас попробую. Я вам покажу его в разрезе, и вы увидите, что точно надо его попробовать вырастить в следующем году. Как видите, у него плодоножки действительно практически нет. При этом этот томат без некроза тканей. То есть, у него нет вот этой вот истории, когда на томате сверху здесь вот есть трещинки. На кулеме трещинок практически никогда не бывает. То есть, ее можно спокойно снимать. У нее так называемый сухой отрыв. Хотя это понятие чаще всего применяется все-таки к винограду. Так, сейчас. Разрежем еще поперек. Семенных камер у кулема бывает от 4 до 6. В среднем бывает по 2 тоже. Но это нормальное явление для сортового томата. Это томат с понятным, сильным ароматом томата. Сейчас я кусочек попробую. То, как я люблю. Вот все, как мне нужно. Он кисло-сладкий. По сладости от 1 до 5 смело можно ставить 3,5-4 балла. По кислинке можно ставить 2-2,5 балла. Мне нравится, когда томат кисло-сладкий. Но при этом мы в течение сезона кулему тоже пробовали не один раз. И когда стоит прям очень жаркая температура, то кулема практически всегда бывает чисто сладкой. Кислинка проявляется именно в прохладную погоду. По болезням он практически ничем не болеет. Единственная проблема у него бывает иногда дефицит магния. Побороться легко под кормки с сульфатом магния один раз за сезон. Полезным будет в принципе вообще всем сортам. Болеет он ничем не болеет. Вот до конца сезона стоят листья здоровые, нормальные. Но обращаю внимание, что куст сложный, куст необычный по форме. Может казаться немножко неопрятным. В открытом грунте можно выращивать без опоры. Мы в принципе его в теплице выращивали без опоры. Он раскладывается по земле. Лежит. Ой. Теплица решила раскрыться. Выращивается без опоры. Раскладывает кисти свои по земле. В принципе неплохо так растет. Даже не болеет при контакте с землей. Еще один сорт, который плодоносит допоздна. Он будет спелый, будет спеть. Это средний поздний сорт. Лампочка. Классика от семена Алтая. В принципе это народный сорт. Просто мы его чуть-чуть улучшили и запустили в массовое производство. Лампочка это вот такой грушевидный томат. Неправильной странной формы. Многие ищут лампочку, не могут ее найти. Вот у нас она именно есть. Та, которая была в классике когда-то. Хотя в разных регионах лампочкой называли на самом деле разные сорта. Она достаточно сахаристая. У нее бывает такой баг, что она внутри. Бывает немножко пустое тело. Но это нормально для томатов такой формы. Их можно хорошо использовать для фарширования. Кстати, можно фаршировать не только перцы, но и томаты. Лампочка как раз подойдет. Если у вас нет стафферов. Это те томаты, которые пустотелы. Как раз в принципе изначально предполагались для фаршировки. У него такая выраженная достаточно плодоножка. Но она мягкая. Она вообще никак не мешает. Подойдет и для цельноплодного консервирования. И для свежего вида. Лежит неплохо. 2-3 недели смело лежит. Хотя у нас есть один рекордсмен в кабинете. Мы привезли лампочку. Примерно в середине июля. Ну где-то так. Одна из первых спелых была. Правильно же говорю? Где-то так. И сейчас, в начале октября, только 1 октября она начала портиться. То есть, ну тут можно такое сказать. В среднем лежит 2 недели. По факту может лежать 2,5 месяца. Но это насколько у вас терпения хватит. Потому что он достаточно вкусный и съедается быстро. Лампочка для открытого грунта и для теплицы. Полудетерминатный томат. Что это такое? Полудетерминатные томаты это те, которые невысокие. Но при этом они постоянно выбрасывают последний пасынок. То есть, перед завершением своего роста, перед вершкованием. И из этого пасынка можно смело выращивать дальше томат. То есть, если вы живете в теплом регионе. Вы посеяли, допустим, на рассаду семена рано. Вы садили в теплицу. Видите, что еще так как бы лето продолжается. А томаты уже подзаканчиваются. Все-таки у детерминатных томатов есть ограниченность количества кистей. Лампочку можно смело продолжать из последнего пасынка выращивать вверх. Из этого пасынка уже формировать снова урожай. Похожий по свойствам, такой же странненький, это томат пень. Лампочка, кстати, почти не болеет ничем. Может поражаться фитофторой, но в меньшей степени. Пень. Он тоже полудетерминатный. Он достаточно крупный. Но последние плоды будут чуть мельчать, несмотря на то, что это гибрид. Этот гибрид реагирует на снижение температуры уменьшением размера. Разные сорта и гибриды по-разному реагируют на температуру. Думаю, это уже все у себя даже заметили и отметили. Пень мельчает, становится таким небольшим. Где-то примерно по 80 грамм. Чуть меньше даже может быть. Вот в таком виде он становится идеален для консервации. То есть пока он крупный, его можно на салаты использовать в свежем виде. Кушать, заготавливать где-то в переработку. Когда уже сезон заканчивается, такие мелкие плодики можно прям целиком в банку кидать и консервировать. Тем более, он достаточно плотный. Это гибрид. Тут нечего скрывать. Ну, думаю, надо еще один такой вот экземплярчик разрезать. Покажу вам, какой он внутри. Внутри ничего прям сверхъестественно ожидать нельзя от гибрида. Все-таки гибрид. Да, нормальный он. Чего уж, все по-честному. Вот такой пень. Классический, простой, обычный томат. Красный, круглый, с плотной достаточно стенкой. Камера у него в среднем по 4 бывает. На вкус он более-менее нормальный для гибрида. Ну, то есть для гибрида он вообще нормальный. С сортовым томатом, конечно, не сравнить. Но, на что обращаю ваше внимание однозначно. Сейчас я попробую и продолжу. Ну, опять же, надо понимать, что он чуть-чуть недозрелый был снят. Как гибридный томат, пень супер устойчив и невероятно урожаен. Если у вас маленький участок, ну нет, место просто выращивать 53 сорта. Или поставить теплицу 250 квадратных метров, как это у нас здесь. Выращивайте пень. Да, семена дорогие, но гибриды производить очень сложно, долго и трудозатратно. Мы уже как-то рассказывали про то, как производятся гибриды. Обязательно советую посмотреть. Почему пень? Почему стоит его выращивать? Во-первых, он компактный. Он тоже полудетерминатный, как лампочка. Невысокий. В теплице вырастает он у меня за спиной, кстати. Примерно около метра. Плюс-минус. Чуть поменьше, чуть побольше. Завязывает по типу детерминатного низкорослого томата без пропусков. То есть через каждый лист завязывает, завязывает, завязывает. Ему по барабану на погоду. На температуру чуть-чуть реагирует. Солнце без разницы. Открытый грунт ок. Теплица тоже подойдет. Кисти где-то по 5-7 томатов. Томаты достаточно крупные. И можно выращивать в загущенных посадках. Мы выращивали в один стебель. Получилось, что у нас на одном квадратном метре где-то 4,5 растения. Урожай он дал порядка 35 килограмм. Места мало. Есть фитофторов. Все плохо. Выращивайте пень. Урожайный. И поедите в свежем виде. С нормальным вкусом гибрид. И замаринуете. И ничем обрабатывать не надо будет. Болеть не будет. И дефицитами питания он не страдает. Ему по барабану на нехватку азота. Ему вообще без разницы на нехватку магния в почве. У него нет вот этой мраморности листа. А нет у него никакой вершины гнили. И в принципе томат очень устойчивый. Есть проблемы и с почвами. Выбирайте пень. Также пень еще хорош тем, что он нормально долеживается и дозаривается снятым в зеленом виде. Но снимайте томаты уже в молочной спелости, когда они белесыми становятся. Это же касается и второго нашего гибрида. Это лось, которого многие все знают. У лося немножко другая иная картина. Лось с понижением температуры капец как увеличивается в размерах. Лось, как такой у нас житель лесной, северный, любит прохладу. В жару немножко может страдать. По растению этого не видно будет. Плоды в жару формируются стандартные. Где-то около 200 грамм по массе. Только температура падает ниже плюс 10 среднесуточная, лось начинает творить нечто вот это. Мы, когда показали вот этого лося у нас в тиктоке, все начали писать и говорить, что у меня такой не вырос, у меня маленький. Да у нас тоже такой не вырос. Когда была жара, было масса где-то 180-200 грамм. Температура пошла вниз. Как обычно, вообще-то к концу сезона нормальные томаты, вот он у меня за спиной, начинают мельчать. И те, которые на верхушке, оказываются мелкими. Но лось это гибрид. И гибрид индетерминатный, высокорослый. Получается вот такая вот картина. Прям покажем вам даже на растении, как это выглядит. Что в среднем ярусе плоды небольшие по размеру. На макушке вот это. С учетом того, что мы макушку прищипнули. Он может расти неограниченно. Такие томаты используются для промышленных теплиц. Если вы выращиваете томаты на продажу, допустим, на рынок, это то, что вам нужно. Плодоносить будет бесконечно. Он раннеспелый. За 90-95 дней уже прям можно снимать спелые плоды. Он розово-плодный. Вот начинает спеть только на самой жопке, так скажем. Хотя эта макушка, эта вершина. Начинает розоветь. Этот томат нормально долеживается и доспевает вот в таком вот виде снятом. Идеально собирает для дозаривания именно вот такие томаты. В молочной спелости, когда они начинают буреть. Странный факт о моей маме. И обо мне. Это рубрика отступления. Я сейчас работаю с томатами. Многие говорят, а что ты больше ничем, кроме томатов, не занимаешься? Понимаете, у меня не было выбора. Томаты выбрали меня. Это не я выбрала их. Когда моя мама ходила беременная мной, она не могла есть от токсикоза вообще ничего, кроме зеленых помидор. И она ела вот в таком их виде. То есть томаты выбрали меня еще до моего рождения. Я выбранная томатами. Вот такой вот пафос и понты. Лось не болеющий, гибридный томат, да дорогой. Можно выращивать в загущенных посадках точно так же. У него урожайность будет еще выше, чем у пня, потому что можно выращивать их дольше и больше. Как классический высокорослый индетерминантный томат подойдет для теплицы. В открытом грунте лучше его не выращивать. Выращивать можно, но придется его выращивать тогда в 2-3 стебля. Это уже заморочки по формировке. В теплице убирайте все пасынки нафиг. Оставляя один стебель, будет расти нормально. При этом же с 1 квадратного метра можно будет получить порядка 40-45 килограмм смело. Но я думаю, можно не удивляться этому, потому что в кисти будет под конец сезона 5 вот таких томатов вообще смело. Масса они где-то будут под 300 грамм примерно. Вот это, по-моему, даже еще больше, где-то грамм 370 точно вырастет. Лось розово-плодный, вкусный гибрид, кстати. Это отметили те, кто выращивал этот гибрид у нас из фирмы у себя дома. Ну, то есть работники, сотрудники, которые, знаете, работая в фирме, занимающейся селекцией сортовых томатов, очень уж негативно начали относиться к тому, когда мы начали заниматься гибридами. Но все оценили лося вкусный, хороший, нормальный, не болеющий, подойдет для теплицы. В открытом грунте не очень рекомендуется. 90 дней от всходов до массового созревания. Покажем обязательно на растении. Еще один сорт, новинка этого года, который тоже дозревает, у которого есть похожая штука с лосем. Не зря они у нас как бы из одного практически семейства непарнокопытных. Лось же, по-моему, непарнокопытный, рубрика «Ненужная информация». Это наш томат «Мамонтенок», уже сортовой томат. У него похожая картина. «Мамонтенок» тоже при понижении температуры увеличивает размер плодов. Они даже чем-то отдаленно похожи с лосем, но видны различия очень большие. «Мамонтенок» – это красно-малиновый томат. Это уже сортовой томат. У него плоды достаточно крупные. Среднее масло около 150 грамм. Но, думаю, про «Мамонтенка» уже все все знают, все все видели, все уже купили, кто хотел. Кому-то, может быть, не досталось. Мы очень хотим, чтобы он достался всем. Поэтому в этом году в пакетике «Мамонтенка» будет, по-моему, по 5 семян. Планировалось изначально по 0,05 грамма, как это у нас обычно бывает с сортами. Это примерно 18-25 семян в зависимости от сорта. 0,05 грамма. Но из-за того, что «Мамонтенка» захотели все, нам пришлось уменьшить количество томатов в одном пакетике, но чтобы их получилось просто больше. Все-таки миллион двести тысяч просмотров в ТикТок. Подписывайтесь на наш ТикТок. Про «Мамонтенка» долго останавливаться не будем. Пойдем сразу дальше. Томат «Толстый Боцман». Красивый, классный и немножко такой даже удивительный. Это полосатый томат. Не путайте его ни с какими ни тиграми, ни полосатыми шоколадами, ничем другим. Это «Толстый Боцман». Этому сорту уже порядка 25 лет. Этот сорт зарегистрирован за нашей агрофирмой. Он выводился руками наших селекционеров. Это красный томат с оранжево-золотыми и желтыми полосками. Сейчас он выглядит вот таким вот интересным, зеленым, красным-зелеными полосками. Но они зато потом поменяют немножко свою окраску. Сортовой низкорослый томат для открытого грунта и теплицы. Есть у него особенность. Он плодоносит волнами. Прошла одна волна, собрали спелый урожай. Подождите 2-3 недели. Он нарастит заново плоды. Не уторопитесь его убирать из теплицы. Он наращивает плоды. Собрали. Все. Томату надо отдохнуть. И к концу сезона он нарастит еще вам крупных таких плодов. Они тоже будут крупнее, чем те, которые были, когда было жарко. Похожа картина с лосем и с мамонтенком. И толстый ботсман можно смело закладывать на хранение вот в таком вот недозрелом виде. Красивый, классный, будет храниться и доспевать. Болеть может фитофторой. Сорт никто от этого не защищен. Профилактические мероприятия проводите. И все с ним будет прекрасно. Выращивали без формировки. Ну, красиво выглядит. Че уж говорить-то. Подробнее о толстом ботсмане есть обзор на нашем канале. Ссылка будет в описании к этому ролику. Далее. Еще два сорта, которые в этом году появились в смеси. Это томаты ожерелье красное и желтое. Это вот такие кисти огромные томатов. Я уж поднимать не буду. У меня тут все разлетится. Они очень спелые. Какая есть у них фишка? Ну, во-первых, это томаты, которые мы все лето ходили мимо них и делали вот так. Поэтому кисти сейчас могут казаться немножко лысые. Он очень вкусный. Все лето у нас шли дебаты и баталии между друг другом. Какое вкуснее, красное или желтое ожерелье? В течение сезона у них постепенно менялся вкус. Кто-то становился чуть покислее, кто-то чуть послаще. Допустим, мне в идеально спелом состоянии нравится больше ожерелье красное. Но если томаты висят на солнце, как у меня говорит коллега, он такой мне способ, собственно, и рассказал того, как есть ожерелье желтое правильно, он должен нагреться солнышком. И как вот на эти медовые яблоки, которые на просветах становятся прозрачными, становятся очень вкусными. Поэтому ожерелье красное и желтое очень хорошие по вкусу. Их много, они высокорослые. Для открытого грунта и теплицы. Причем в открытом грунте есть у них такая одна фишка. Они выращиваются в открытом грунте без опоры, выращиваются без формировки, в растил. То есть просто на поверхности земли, лежа. Нормально они лежат, не болеют ничем, вообще ничем. Они особо не проявляют никаких своих симптомов заболеваний. Интересная особенность у ожерелья красного, он листопадный. Он сбрасывает свои листья полностью в конце сезона, томаты остаются на кистях и дозариваются. Чем они хороши? Ну, вообще, это томаты, которые, наверное, дольше всех у вас пролежат. Если не срывать их с кистей, уже рассказывала давно такую фишку. Эти томаты лежат именно на кистях. Если вы срываете томаты, собираете, хотите собрать, многие ругаются, что очень тяжело их собирать, вот неизбежно будет повреждение около плодоножки. Хотя она очень здесь маленькая, но будут повреждения, будут трещины. Эти трещины дадут сок, на них уже поселятся бактерии. Если у вас ожерелье красное и желтое будет лежать в кистях, месяц, два, три пролежит вообще смело. В принципе, может долежать даже до Нового года, если собрать последние. Поэтому рекомендуем последние, если у вас они есть. Ожерелье красное и желтое срезать кистями и подвесить где-нибудь на стенку. Можно поставить в шкаф просто вот прям самой кистью. Обернуть бумагой можно, только так, чтобы они проветривались. Долго-долго у вас пролежать. Ну и согласитесь, на Новый год гораздо приятнее будет. Есть салат с собственными томатами черри, чем с пластиковыми магазинами, пусть и крупными, возможно. Поэтому достойные два томата. Они, кстати, сортовые, очень дешевые. У них вес у обоих томатов 0,05 грамма. То есть еще, кстати, из-за того, что они очень мелкие, семена, в одном пакетике будет порядка 35 семян. В рознице они стоят где-то рублей 17. То есть точно выращивать ожерелье красное и желтое надо. Особо они места не займут, если выращивать в открытом грунте без опоры. Просто кинули, он сам растет. Ну и два последних сорта, про которые хотелось бы рассказать. Кстати, хочется уже посчитать, про сколько мы сегодня поговорили. Сейчас сделаем. Ожерелье посчитаем смесью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Топ-10 сортов томатов, которые плодоносит дольше всех. Настенька. Классический наш сорт. Штамбовый, детерминатный для открытого грунта и теплицы. Многие ее знают. Это лидер наших продаж. Настенька есть по всем регионам России. На нее есть куча подделок. На нее есть куча замен в виде Настены, Насти и так далее. Нет, Настенька это оригинальный сорт. Под нашей агрофирмой зарегистрирована уже более 25 лет. Ее можно снимать и с пелой в конце осени, потому что очень уж долго она плодоносит. У нее такая вот неправильная форма плодов. Они бывают очень разного размера. И мелкие, и крупные. Причем на одном растении можно собирать ее и вот такую зеленую. Она нормально долеживается, дозревает. Это розовый малиновый сорт. Про Настеньку сказано уже много слов. Десятки, а то и сотни раз. Можно найти кучу обзоров на Ютубе. Причем не только на нашей странице, но и на других. Поэтому подробнее про Настеньку можно поискать в Ютубе. Мы прикрепим ссылку на наш старый ролик двухлетней давности. Там была я еще совсем юна. И поэтому могла нести немножко чушь. Поэтому уж не обессудьте. Но посмотрите, если вам интересно подробнее о Настеньке. И последний томат это Званый вечер. Это средне-поздний сорт. Сорт этот штамбовый с самым, пожалуй, необычным видом куста. Званый вечер стоит выращивать как минимум ради красивого куста. По-моему, его можно смело высаживать прямо в цветник, в клумбу. И да блин, он правда красиво будет смотреться. Томат этот с крупным картофельным листом. У него очень большой лист. Очень мощный, темно-зеленые изумрудные окраски. Штамбовый, то есть он невысокий. Без опоры выращивается и в теплице, и в открытом грунте. Лучше для открытого грунта. Подойдет он как для северных регионов, так и для самых южных. Потому что плоды и цветочные кисти находятся внутри куста. Как бы в такой своей локальной атмосфере. Там всегда тепло. То есть даже если осенью, первые заморозки, когда садятся очень рано на землю, томаты будут защищены от заморозков. Они будут внутри. Листья внешние может быть и пострадают, но плодам ничего не будет. Несмотря на то, что он достаточно поздний. Также в южных регионах, когда они начнут завязываться, пыльца не станет стерильной, потому что она будет в тени таких крупных листьев. Плоды формируются по центру, по штамбу, как у колоновидных яблок, по такому же типу. То есть не надо бояться того, что куст кажется бесплодным, как будто снаружи ничего и нет. Просто раздвигая эти листья, видите, что там висит куча вот таких ярких солнечных плодов. Еще и к тому же это один из самых вкусных томатов. У него идеальный баланс сахара и кислоты. Мякоть такая как бы очень гладкая, я бы назвала. Подойдет для консервации. У него плотная достаточно кожица. Подойдет для свежего вида. Неплохо хранится, если снимать немножко недозрелым. В своем полностью зрелом состоянии он такой вот оранжевый по цвету. Чуть-чуть недозрелым будет ярко-желтый. Званый вечер. Ну и разрежем наш званый вечер, яркий и красивый. Томат этот прям, знаете, немножко необъективно на его счет, потому что мне он очень нравится. Очень уж он красивый. Вот такой вот лимонно-желтый, как хурма. Невероятно красивый и очень ароматный и вкусный. Сильно достойный. Очень советую. Мне очень сугробы. Друзья, и повторим те самые 10 сортов, которые я вам очень рекомендую, как томаты, плодоносящие в течение всего сезона до поздней-поздней осени. Толстый ботсман, кулема, сибирский пируэт, стерлядь, лось, пень, мамонтенок, званый вечер, лампочка, настенька и смесь ожерельев. Или ожерелье красное, ожерелье желтое, по отдельности, какое вам больше понравилось. Обязательно пишите внизу в комментариях, какой из наших сортов вы уже попробовали вырастить. Возможно, какой-то вы хотите попробовать вырастить. До встречи в новых роликах и пока-пока!